Существует один беспроигрышный способ поднять себе настроение – есть мороженое. Когда мы не жили в счастливом младенчестве и время от времени всплакивали, успокоить нас могли только ласковые руки мамы и пустышка. Так вот, исследователи установили, что порция мороженого действует на большинство людей точно так же, как соска в детстве. Когда мы едим эскимоли пломбир, где-то в глубинах подсознания восплывают приятные детские воспоминания, которые и убаюкивают растревоженные нервы. Так что ешьте мороженое, и вам не страшен ни стресс, ни осенняя хандра. Дом детской моды Ромаха, который живет под девизом «Территория исполнения желаний вашего ребенка». Уже во второй раз в гостиничной ресторанном комплексе «Хутор» организовал Baby Fashion World. Таня, я вижу, что ты счастлива. Второй Baby Fashion еще лучше, чем первый. Ну, на самом деле, мне приятно, что поклонников нашего проекта больше и больше. Возрастная категория наших поклонников все шире и шире. Если ты видела, были дети, участники, которым всего два года. И также я наблюдала, что с таким же удовольствием наши представления смотрели и бабушки, и дедушки. Это говорит о многом. Перед землю решительным шагом помнит твердо советы отцов. Знай один лишь ответ боевой. Наш привет. Пусть готов, пусть готов, пусть готов. Лена, сегодня «Азур» – генеральный партнер Baby Fashion World. Почему вы все-таки решили принять участие? Потому что это действительно событие для Днепропетровска. Потому что на одной территории собирается огромное количество детей, талантливых детей. И мы решили участвовать в этом мероприятии для того, чтобы в первую очередь рассказать о себе и пригласить еще детей для того, чтобы они еще могли развиваться в творчестве дальше. Мы представляем и рисунок, и лепку, и множество-множество разных техник для хобби и творчества. Праздник делался не ради взрослых людей, а ради детей, чтобы они получили удовольствие, чтобы они смогли раскрыться как личности, показать себя на сцене. А это им удалось сделать за такое небольшое время, но тем не менее мы достигли результата. Дети показали себя ярко, красочно, неординарно. На фестивале Baby Fashion World все приглашенные смогли насладиться показом новых коллекций, продегустировать сладкие угощения, познакомиться с эксклюзивной электроникой Apple и Sony. А кое-кто даже пожелал быть принятым в пионерские ряды. Столичный дизайнер Андрей Танн в восторге от Baby Fashion World и считает его очень полезным для подрастающих модников. Побольше бы таких мероприятий, потому что благодаря таким мероприятиям, благодаря прекрасным организаторам, дети будут понимать, чего они хотят в этой жизни. Потому что чем раньше дети определятся в этой жизни, чем они хотят заниматься всю жизнь, тем лучше для родителей. Потому что когда ребенок уже в переходном возрасте, допустим, там 16-15 лет, и до сих пор еще не знает вообще, чем он хочет заниматься в жизни, это сложно. Я с удовольствием наблюдала, как мой мальчик сначала отказывался, а потом с удовольствием показывал модели. Я не знаю, как у него это получилось, но то, что это с улыбкой, то, что это с настроением, то, что это с удовольствием для детей, а главное, что рядом их родители, это поддержка, для них очень важна оценка родителей. Мы с тобой сегодня оцениваем детей. Как тебе? Сложно было? Легко? На самом деле детей оценивать всегда сложно, потому что каждый по-своему индивидуален, ярок, аутистичный, каждый несет свою эмоцию, поэтому, конечно, сложно. Я хотела стать моделью и хотела участвовать больше всех. Очень поражают дети своими, можно сказать, лаваторскими способностями. Они очень быстро адаптируются к любой технике. Мы просто в шоке от того, что здесь происходит. Дети наши очень быстро умеют к ней адаптироваться, узнавать быстрее, чем взрослые. Мы очень рады выступать партнерами такого мероприятия чудесного. На самом деле очень приятно видеть улыбки на детских лицах, и мы рады, что приятно, и в тему наш подарок был. Ведущими и активными участниками фестиваля стал дуэт Алиби. Как признались нам девушки, дети – самая благодарная публика. Дети выходят к нам на сцену на выступлениях, и нас это очень радует, потому что, правда, дети чувствуют. И как-то они всегда поддерживают, им хочется выйти к нам поближе, потанцевать. И на всех там каких-то днях рождениях, на Новый год, когда отмечают. Много детей висли в зале, все выходят и знают ваши песни. Это очень приятно. Мы с удовольствием уступаем сцену, потому что они должны развиваться, они должны чувствовать себя центром внимания. И, конечно же, нам приятно, если они хотят постоять рядом. Почему нет? Для меня был твой рай, не уютный и чужой. Ты и сам знал, что мы очень разные с тобой. Сколько детей звезда может иметь? Это зависит, наверное, от желания. Сколько есть желаний, сколько позволяют возможности, в общем. Ну да, наверное. Хотя говорят же, дает Бог детей и дает и на детей. Потому, ну, как минимум двоих, а там будем уже смотреть. Ну, я тоже считаю, что поскольку мы с Алиной тоже такой тандем с детства, сестринский и партнерский, я считаю, что нет ничего лучше, когда у тебя есть самый близкий родной человек, который рос с тобой, развивался с тобой, поддерживал тебя и продолжает это делать. Так что мы за пару, детскую пару в семье. Это минимум, да. Обязательно должно быть двое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова